Спасатели работают с отдыхающими на воде и на песке. Рейд только начался, а на примете у сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам уже есть несколько потенциальных утопающих. Трое выпивших мужчин после отдыха на природе решили попробовать водичку. Тем самым нарушая самое главное правило безопасности – алкоголь и вода несовместимы. Но после беседы со спасателями желание охладиться у мужчин пропало. Чтобы каждый, даже самый маленький отдыхающий, знал, как себя вести на воде, спасатели раздают памятки. В них все правила безопасности. Это очень серьезно все. Очень внимательно надо быть, следить за всеми и другим подсказывать. И вот хорошо работает служба, МЧС, все нормально. Работу с отдыхающими ведут не только на центральном пляже. Особое внимание отдаленным местам, не предназначенным для купания. Желающих поплавать вдали от большого скопления людей много. И эта группа школьников – наглядный пример. С ними спасатели также проводят беседу. Задача – донести до каждого, чем опасен отдых в необорудованных местах. На пляжах города Белгорода проводится официальное обследование дна. Вот то, что здесь находится на дне, я не знаю. И вы не знаете. И прыгая в воду, вы подвергаете свою жизнь опасности. В информировании населения спасателям помогает и вот такой мобильный комплекс. Он транслирует для отдыхающих правила безопасности. Например, сейчас идет фильм о том, как себя вести при сильной жаре. Первое. Одевайся правильно. Носи светлую, воздухопроницаемую одежду из хлопка. Патрулированием фарватера Северского Донца спасатели занимаются не только в плановые дни рейда. Контроль за безопасностью ведется ежедневно. Такая профилактическая работа спасателей, как мы видим, дает свои плоды. Но, несмотря на это, с начала купального сезона в Белгороде уже произошло 16 происшествий на воде. К счастью, на 14 из них спасатели успели отреагировать. А два случая закончились фатально для двух нетрезвых пловцов. Они купались там, где это строго запрещено. Спасатели еще раз призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде и не подвергать свою жизнь риску. Стихия ошибок не прощает. Илья Лядвин, Виталий Петренко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.